МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно в студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов прошлого, она про наше время, про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня, в эпохальный день 9 мая, когда эта передача выходит в эфир, у нас и гость эпохальный Георгий Мирский. Георгий Ильич, здрасте, дорогой, спасибо, что пришли. И очень рады вас видеть в студии, тем более в такой замечательный и неповторимый день. Да. Георгий Ильич Мирский являет собой редкий, особенно в наши дни, пример подлинно-ренессансной личности. Ученый, самый, наверное, авторитетный в России специалист по арабскому миру, при этом еще и острый публицист и полемист, выступающий со своей всегда независимой точкой зрения по самым горячим темам российской и международной политики, знает множество языков, в свои 88, а на днях исполнится 89, сохраняет великолепную интеллектуальную и физическую форму. А ведь жизнь прожил вовсе непростую. Все годы войны, в начале которой ему едва стукнуло 15, трудился, причем отнюдь не на научной и кабинетной работе, был санитаром, слесарем, шиферил, школу окончил уже только после войны. Многое в его жизни происходило с запозданием, зато старицей. В странах, изучению которых посвятил жизнь, сумел впервые побывать уже в годы перестройки, разменяв седьмой десяток. Видимо, поэтому такой долгий расцвет и даровала ему судьба, чтобы все успел, все свои таланты реализовал с полуна. Георгий Ильич Мирский, замечательный ученый, смелый и независимый человек, друг свободы, ушел из жизни 26 января 2016 года. Это его последнее интервью «Радио Свобода», который он дал 9 мая 2015 года. Ну, Георгий Ильич, такой вопрос мой первый, он, как говорится, понятный. Вы ведь 9 мая 1945 года должны помнить хорошо, уже такой большой мальчик, почти 19 вам было без нескольких недель. Да, я в это время учился на шофера. Я перед этим работал уже несколько лет в теплосети «Мосэнерго», обходчиком тепловых сетей. И тут к концу войны теплосеть «Мосэнерго», исходя из того, что получат новые грузовики, направило несколько молодых людей, а я был самый молодой, на курсы шоферов здесь, на Балчике, в Москве, в центре. Вот я был в это время, как раз только что начинали там заниматься. И я прекрасно помню этот день. Это один из дней, который действительно незабываем. Вот как сейчас представляю себе, это Красная площадь. Набита битком людьми так, что яблоко упасть негде. До этого я видел такую набитую площадь дважды. Первое, это когда были налеты на Москву в 41-м году. Они начались ровно через месяц после начала войны. Да, 22 июля. Да. И все сидели, я жил около площади Маяковского, зная, когда немцы прилетят, пунктуальные люди. Все сидели на площади Маяковского с узелками, с вещами. Ждали, когда откроется метро. Оно открывалось, когда Левитан, откашлившись, начинал. Граждане, воздушная тревога. Все мчались метро. Вот тогда, просто прижав, друг к другу сидели. Можете представить, огромная площадь. Тем более совсем неподалеку отсюда. И второй раз, это площадь трех вокзалов. 16 октября того же 41-го года, когда соседи попросили меня донести им вещи до Казанского вокзала. Печально знаменитая московская паника. Да, да, да. Вот тогда эта огромная площадь запружена так, что просто, говорят, люди, просто некуда было деваться. Потом уже поезда набиты, и все, люди висели. Вот. И вот третий раз я видел Красную площадь. Набитую людьми просто, ну не знаю, сколько могло там вместиться. Такое впечатление было, что вся Москва. Что мне еще запомнилось? Ну, помимо того, что люди, конечно, встречались, кто-то там знакомый, кто-то незнакомый. Все радостные, все глаза светятся, понимаете, все. Как только появлялся фронтовик, вот, с нашивками с этими, его хватали и подбрасывали в воздух. Их не так много было. Потому что еще все-таки война шла. Ну, да. В основном это были раненые, или появлялись инвалиды. Кроме того, в воздух подбрасывали американцев. Вот это потрясающе. Американских офицеров. Потому что в Москве была большая американская военная миссия. Миссия, ну, да. И люди помнили, что сделали американцы в 42-м году. Я-то на своей шкуре это испытал, потому что я к этому времени и ходил уже, как потом мне мать говорила, на тебя страшно было смотреть. Зеленого цвета, шатался. Дистрофия начиналась уже. И все вокруг меня. Вот я был, значит, следствием обходчиком цепловых сетей. Как мы питались вообще даже и не хочется говорить. И вот тут, когда начала приходить американская тушенка, яичный порошок, и все вот тут постепенно. Шоколад этот знаменитый. Все постепенно, постепенно, постепенно. Поэтому люди были благодарны американцам. И как только, я говорю, появлялись, их бросали в воздух. Их они не знали бы, я никуда деваться. Вот это я помню, да. Вот конец войны, и, конечно, с этим днем сравниться ничто не может. Но это не значит, что только тут люди поняли, что война выиграна. Конечно, то, что война выиграна, ясно было давно. Я, например, никогда не сомневался, что мы победим. Никогда не сомневался. Ни в 41-м, ни в эти страшные дни. Даже под Москвой, нет, нет. Даже панику всю я видел. Нет, я почему-то... Не знаю, может, потому что я так был воспитан. Все-таки я был октябренком, потом пионером. Может быть, так или иначе. И потом, когда я об этом думал, рассуждал, видите, я такой, как говорится, кабинетный стратег. Это мое хобби. История войны. Всю войну на стене висела карта. Я передвигал флажки каждый день. Каждый день. И потом, в течение многих даже десятилетий, если бы меня спросили, вот какого числа освободили Смоленск, Киев, Харьков, Севастополь, Одессу, Минск, я бы вам без запинки ответил. Сейчас, может, уже кое-что забыл. Вот. Так вот, я говорю, я очень люблю вот эту всю военную историю. И думая о том, мог ли Гитлер выиграть войну, я пришел к выводу, что если бы даже он взял Москву, он бы не победил все равно. Все равно. Но при одном единственном условии он мог выиграть эту войну, если бы у него была дальняя бомбардировочная авиация. То есть, если бы осенью 41-го года, когда была эвакуация промышленности, немцы бы разбомбили Урал. Ну да, разгрохали бы там все. Вот. Все эти заводы, на которых производились танки, самолеты, пушки, снаряды и так далее, и так далее, вот если бы это было уничтожено, вот тогда он мог бы выиграть войну. Но этого не было у него. Дальше Горького они долетать не могли. Еще раз подтвердило, что, конечно, это была колоссальная авантюра. Колоссальная авантюра. Ну, Гитлер знал, что он авантюрист. Он однажды про себя сказал, я иду по жизни с уверенностью Лунатика. Ах ты, я не знал о этих словах. Вот оно как. С уверенностью Лунатика. Он знал, что он авантюрист Лунатик. Но знал, что ему всегда везет. И он всегда повеждал. Так и тут. Он думал, что в 41-м году он до зимы покончит с Советским Союзом. Вот тут он страшно промахнулся. Он вскоре уже начал прозревать. В частности, известно, вы сказали, что если бы я знал, что у русских столько танков, что они могут производить столько танков, я бы еще подумал, стоит ли начинать войну. Но уже было поздно. Уже было поздно. А так, конечно... Видите, как с Лунатиками и бывает. Они налетают на ведро с холодной водой, которое им ставят, чтобы они очинулись. Вот тут он налетел на такое ведро, знаете. Я очень хорошо это помню. Опять же, возвращаясь в 41-м году, понимаете, вот эта страшная паника. Я тогда учился в военно-морской спецшколе. Я хотел стать моряком. Вот. И за два дня до этой паники нас всех построили. Сказали, что спецшкола уикуются на восток. Город есть, в Сибирь. Я дома с матерью был. Значит, отец за год раньше умер. Я остался с ней, думаю, подумаешь, год потеряю. Сталин что сказал? Еще полгода. Может быть, годик. Может быть, годик, да. По оттяжечею своих преступлений. Потеряю год. Как же я мать брошу. Так что? Я остался вот в этот день. Я видел все, что происходило в Москве. Единственный день в моей жизни, когда никакой власти не было. Ни одного милиционера. Представьте себе. С утра до вечера ни одного милиционера. Радио молчит. Метро закрыто. Люди говорят открыто. Немцы в Царице, немцы в Голице, немцы под Тулой. Никто ничего не боится. Вот это было, да. И грабить ведь еще? Пошли грабежи эти все. А как же? Я помню, я выхожу на улицу Красина. Я туда всегда ходил, бензин покупал для Примуса. Не вижу. Тащат люди, кто так и бежит. Значит, тут несколько бутылок водки. В другую буханку хлеба. Вот есть у меня мешок с картошкой. Там ведь до сих пор бензоколонка. На том же самом месте или нет? Сейчас не знаю. Да, я же далеко живу. Далеко, да. Ну вот. Короче говоря, значит, вот тогда, после этого, через несколько дней, начались такие ливни, которых я не видел никогда в жизни. Такая распутица. Потом уже, спустя много лет, мне приходилось видеть немецкую кинохронику в Белых Столбах, там, где киноархив. Вот. Делали одну картину. Ром покойный меня пригласил. Ром. Чтобы я ему, значит, там кое-что рассказал. Он делал картину. Ну, в общем, короче говоря, я несколько раз там был. И смотрели старую кинохронику немецкую. Времен войны. И там показывают как раз конец октября. Это вообще невозможно себе представить. Здесь это грузовики, которые по самой оси сидят в грязи. Лошади по грудь. Все встало. Все. А уже числа 10 ноября ударился Лёгенький Морозец. Как раз то, что нужно. Дороги подсокли. И 16 октября, через месяц после паники, они начали второе наступление на Москву. От Можайска, от Клина, от Волоколамска, от Калинина. Вот. И подошли. Начало декабря они уже подошли к Москве. И вот тут, я прекрасно помню, ударил мороз. По-моему, это было 1 декабря. Или, может быть, 30 ноября. Вот в эти дни. У нас в один день все полопалось. Все. Это же была дубочно-холодная зима. Такой не было никогда. Водопровод, канализация, отопление, электричество. Все вышло из строя в один день. И вот тут немцы сели. Потом уже, когда я читал мемуары, конечно, тут уже они ничего не снимали. Никуда не снимали такие вещи. Но мемуары, когда я читал, то это, конечно, у них все остановилось. Вся техника, самое главное. Люди стали замерзать. Гитлер-то, опять же, как авантюрист и лунатик. Он же не подготовил зимнюю. Все. А тут немцы так стали мерзнуть из своих шинелишек этих. А самое главное, в сапогах. Сапоги. Подкованные гвоздями. Это все равно, чтобы сиком идти. Столько было отморожено. И без портянок, без носок. Без всего, да. Сапоги рассчитаны именно на твой размер. Ничего не сунешь туда. Это страшное дело было. Так вот, в эти дни, как раз я помню, я смотрел, в Большой Судовый, по Москве шли сибиряки, сибирские войска. Уже было известно, что Япония... Сняты из Дальнего Востока. Сняты оттуда. Здоровые. Уже таких я не видел, потому что ведь кадровая армия погибла. Потому что было установлено, что к началу зимы от кадровой армии настоящей осталось 8%. Только 8%. Ну вот. Так что уже смотришь, какие-то доходяги уже идут. А тут здоровые, румяные ребята в белых полушубках, в валенках, все. Маск-халатах. Вот они начали наступление 5 декабря. 6 нам об этом объявили. Вот это был праздник. Вот тут люди, понимаете, которые многие все-таки думали, что немцам Москву сдадут. Вот тут многие вздохнули с облегчением. Вот тут. Тем не менее, еще неизвестно было, что. Сталинград был второй пункт. Потому что когда летом следующего года 42-го немцы начали наступление, и когда они пошли туда, на юг, дошли до Сталинграда, дошли до Кавказа, и тут многие стали думать, ну все, наша армия разбита совсем, следующий удар осенью будет по Москве, и тут уже мы не удержимся. Слава богу, этого не было. А потом был Сталинград, перелом, потом Курская дуга. Фактически после Курска уже все, кто хоть что-нибудь соображал в войне, все понимали, что конечно, война выиграла. После Курска. То есть, 43-й год, это был перелом. Вот. А в 42-м, вот когда как раз немцы застреляли под Сталинградом, я очень хорошо это помню, как сварщик Беликов говорит, ну что, под Сталинградом он уперся, и под Моздоком уперся, Моздок на Кавказе. Милосеверный Кавказ, да. Да, да, и все. Ну, я в этом смысле, я там был очень полезный человек, я был самый неквалифицированный, мальчишка, вообще на меня все смотрели с презрением, но зато я мог им объяснить, где что находится, что люди понимали. Подходит, я помню, ко мне сварщик Деев, и говорю, ну что, великие луки в зядины? Я говорю, в зядины. Столица Киева. Столица Киева. Ну вот. Так что я им все по карте показывал, объяснял, кто у вас за это на меня. Уважали. Да, уважали. Вот. И люди, хотя надо сказать, и вот тут очень важный момент, сейчас ничего этого никто не знает. Что была такая безграничная всенародная любовь к Сталину, так вот это же сварщик, я помню, однажды мы стояли, курили на Махорку, перед входом в первый район теплосети Масэнерго, на улице Райзина сейчас, в Варваре. Стоим, о чем-то зашел разговор, я уж не помню. И вот при всех, при всех, сварщик крепким матом покрыл товарища Сталина. Я не знал, куда мне деваться, провалиться сквозь землю, и все. Разгар войны, рабочий класс. И все вокруг стоят, и все под дайку. Ах так. И потом я понял, в чем дело. Это все были бывшие крестьяне. Понимаешь, что такое обходчик тепловых сетей, слесарь? Это люди, которые ремонтируют вот эти подземные трубы, из которых вот зимой выйдете, пар оттуда идет. Вот. Это работа тяжелая, страшная, жуткая, жуткая. Жара там. Будущие лимитчики, то есть люди, которые... Жара там невероятная, да. Вот эти люди, которые пришли в Москву, когда была коллективизация. Они не были кулаками, потому что тогда они были в Сибири. Ну да. Ну, к нам на середняке я потом разговаривал, кого лошадь, кого корова, все отняли. Сталин им сломал всю жизнь. Они жили здесь без прописки вообще, жили на казарменном положении, черт знает что. Ужасно. Они так ненавидели советскую власть. То есть за все эти годы я не слышал ни одного доброго слова, ни одного. Это не значит, что если бы они попали на фронт, они бы перешли к немцам. Нет, нет. Они бы не перешли, конечно. И болели за наших, конечно. И все, я говорю, и когда потом под Сталинградом было это окружение, то это был праздник, все радовались. Это да, все. Но тем не менее, понимаете, на что рассчитывали? Вот мой напарник Василий Ромалович Потобин и все остальные много раз думали, говорили о том, что будет после войны. И у всех была одна мечта. Союзники заставить наше правительство ликвидировать колхозы, ввести свободную торговлю и вольный труд. Вот слова. Свободная торговля и вольный труд. Все были в этом уверены. Как люди соображали-то хорошо, а? Ну и все. Какая ясная голова была у людей. Да, вот все только об этом и думали. Потом, конечно, держи карманши. Подвели союзнички, подвели. Ну вот. Так что, но настроение, настроение к власти было, конечно, поэтому. И, знаете, это было заметно даже во время войны. Ведь в первые дни, вернее, в первые месяцы войны, страшные были потери не только убитыми, но и пленными. Конечно. Потом уже выяснилось, что за первые полгода около трех миллионов сдалось в плен. Около трех миллионов. эти большие котлы, страшный котел к востоку от Киева, котел под Весьмой, котел под Брянском, в каждом почти по 600 тысяч попало в плен. Ну вот. Ну, конечно, другое было случай, героизм. Ну, конечно, Брестская крепость, это все было. Брестская крепость и потом, и у немцев были большие потери тоже. У меня есть мемуары Гальдера, начальника генерального штаба. Он очень высоко отзывался. Но это были точечные такие узлы сопротивления и контратаки. Вот. Но люди не понимали, что это за война еще. Я вам скажу, когда начали понимать. Когда немцы отогнали от Москвы, все тогда ходили в кино. Единственное развлечение было кино, больше ничего. Вот я жил в Куповичном Маяковске, я каждую неделю ходил в кинотеатр Москва. Каждый. И все ходили. Все смотрели. Хронику. Никакого телевидения же не было. Ну, радио было, но видеть-то можно было своими глазами. И вот, когда стали освобождать Подмосковье, и стали показывать все эти немецкие зверства, все эти трупы. Все эти виселицы. Трупы там и так далее. И рассказывали всякие старухи, что и люди все выкафали трупы. И тогда все больше и больше и больше. Вот тогда, я вам скажу, люди поняли, что это война не за Сталина с его наркомами, с его колхозами. Это война за Россию, за свою страну. И что будет? И вот тогда уже настроение стало меняться. И уже люди стали гораздо лучше воевать, более стойко. и хотя опять же были поражения, и страшное поражение в Крыму было летом тогда под Керчью, и под Севастополь, и под Харьковом, и потом немцы пошли, дошли до Волги, и до Кавказа, и так далее. Но уже было другое все-таки было настроение. Уже было другое настроение. И не будем забывать, что и на самих оккупируемых землях ведь встречали-то долго хлебом с солью. Да, да. Хлебом с солью. Я потом встречал очень многих людей. Видите, у меня потом жизнь ведь сложилась так, что я после войны я пошел учиться, потом я был журналистом, работал в журнале «Новое время», потом я... Не забегаем вперед. Да, да. Я просто хочу сказать, что я объездил вдоль и поперек всю страну. Я с таким количеством людей разговаривал, которые и во время войны и в оккупации были, и в плену были, и все, что хотите. Так что я все это знаю. Как они встречали немцев. Многие, да. Юрий Ильич, а еще ведь совершенно такой уникальный факт вашей биографии, я подчеркнул из ваших замечательных мемуаров, вы много родных потеряли в Вильнюсе, в Вильнюском гетто, и, если я правильно помню, вы сами в нем чуть не оказались, потому что собирались поехать проведать родных. Я мог бы, да. Отец мой родом оттуда, но он никаких связей не имел, конечно, потому что во время Первой мировой войны он воевал в нашей армии, был ранен и взят в плен, конец войны весь он провел в германском плену. Потом, я уже не помню, как оказалось, что он в Москве очутился, там, встретил мою мать, женился, стал работать, но я знаю, что никаких связей у него не было с его семьей в Вильне, абсолютно. Это была Польша. Это была Польша, да, избави Бога, нигде он не писал, ничего не говорил, никаких связей, письм, ничего. И он умер в сороковом году, когда, значит, уже немцы разгромили Польшу, но Литва отошла к нам. Он не успел поехать, туда, может быть, он бы и поехал, но он умер от разрывы сердца, кота говорил, с инфарктом. А сестра его действительно навела справки и связалась с этим. Оказалось, это большая семья, 22 человека, насколько я помню, и она хотела туда, значит, поехать как раз в июне сорок первого года. И мне сказал, я был, конечно, рад, я вообще никуда в Москву не выезжал. За границу какая-то, Винния, Господи Борь. Я был счастлив, но я заболел, я простудился, я серьезно простудился, вот, и она, значит, сдала билет, а мы должны были уезжать, по-моему, 20 июня. 20 июня, да. И все, на этом было бы, конечно, уже 24-го. Они 24-го вошли, кажется. 24-го они вошли в Вильнюс, и все было бы, да. Так что, вот, а я заболел, и интересно, как кончилась моя болезнь 22-го числа. Я услышал, что выступает Молотов, у меня был жар, все как рукой сняло. Как будто ничего не было. Ко мне тут же зашел мой товарищ, и мы, значит, побежали покупать карты на Кузнецкий мост. Да, так что, вот это, все погибли там. А что касается моей семьи с материнской стороны, то видите, так, мать-то моя русская, и родилась в Смоленске, и ничего по-немецки не знала. но ее мать, моя бабушка, она вышла замуж, живя в Смоленске, вышла замуж за латыша, который был преподавателем гимназии. И, видимо, такое было условие, короче говоря, она приняла ветеранскую веру. И, соответственно, и моя мать, и ее сестра, они, паспортов тогда не было, но они, так же, как бабушка, не было, значит, документов, которые были... Вероисповедание же обозначали. тогда веруисповедание, значит, ветеране. Потом кончилась гражданская война, стали выдавать документы, потом паспорта в начале 30-х годов, уже никакой веруисповедания не было, а был национальность. Ну, какая-то девушка там в ЗАГСе увидела, написано, ветеранка же говорит, мой немка, и бабушке моей написали, что она немка, и матери, и... понимаете, немка, кто же мог тогда думать в 20-х, 30-х, и так, чтобы... Что это станет компроматом. Да. А вот тут наступило 8-41 года, и бабушку мою депортировали, в Сибирь отправили. Она умерла, я думаю, сразу в поезде, старуха, от ТИФ или от Дзентери, или еще от чего-то, и может прибывай в Казахстан. Во всяком случае, мы скоро появили, получили бумагу. Их же там высаживали просто в степь. Да, это говорить нечего. Вот. И мать, значит, приходит и показывает мне, помню, паспорт, смотри, что такое. Смотри, прописка, там написано, прописка. Место жительства, Казахская, Советская, Союзистическая Республика, город Караганда. Ну, у меня-то паспорта не было, естественно. Я думал, с ней поехать. Все, мы бы поехали. Но вышло так, что, я говорю, отца уже давно не было в живых, она вышла замуж гражданским браком второй раз за одного своего сослуживца, который был там каким-то завхозом, там, или еще что-то. Она была, правда, дела, в общем, мелкие люди, но он был член партии. И он пошел, как это ему удалось, я не знаю, он пошел в милицию и поручился партбилетом, тем более, что он должен был отправляться на фронт. Между прочим, поступок, сколько людей отказывалось от своих близких. Он за нее поручился партбилетом и, принимая внимание, что он, значит, командир запаса и отправляется на фронт политруком, оставалось ему две недели. Она приходит счастливой, показывает мне паспорт, там все это зачеркнуто и, значит, место жительства опять Москва, Ермолайевский перевел. Представляете, мы остались. Он отправился на фронт и через месяц уже его убили. Через месяц все. Сергей Петрович Иванов значит, царство небесное. Вот так, так что вот получилось так, что в один и тот же практически месяц, в одну и ту же осень часть моей семьи погибла от рук Гитлера в центре, пусть и небольшая часть, вот бабушка, у меня есть сестра тоже, кстати, при советской власти. Георгиевич, опять же, возвращаясь в вашу юность, знаете, о чем я хотел спросить? вот вы сидите такой передо мной русский интеллигент западник, такой западной складки и по внешнему облику, и по интеллекту, естественно, но молодость-то ваша, это была такая, ведь, совершенно трудовая, рабочая, можно даже сказать, молодость, с кем вы только не были, вы это упоминали, и шофером, и слесарем, и санитаром. 16 лет, курил махорку и пил спирт. Вот, изумительно, вот скажите мне, вот и школу среднего, в результате, вы закончили, по-моему, в 20 с небольшим лет. Я учился в школе рабочей молодежи, в вечерней школе, после работы, от работы, за баранкой, на грузовике, я шел и учился. Ну да, вот скажите мне, вот эти вот годы, это для вас были потерянные годы, вырванные, принесенные в жертву войне, или что они вам дали? Ну, они были потерянны, в смысле, что я потерял, какое-то время, так сказать, хронологически, да, я бы раньше кончил институт, и все, и вообще было все по-другому, я был моряком, я же учился в военно-морской спецшколе, так что это понятно. Нет, это мне очень много дало, потому что я ровно пять лет был среди самого простого рабочего народа, ровно пять лет. Я понял душу нашего народа, и хорошие, и плохие его черты. Был момент в 44-м году, когда меня отправили на трудфронт. Я полгода был на трудфронте, сначала разгружал дрова, потом был бригадиром, потом командиром роты, в моем подчинении было 50 человек, в основном, либо мальчишки, девчонки, либо, наоборот, пожилые женщины. Мужчин среднего возраста, конечно, не было. Представляете, каково мне 18-летним мальчишкам было управляться с этими женщинами, которые вообще, как они на меня смотрели, что они мне говорили, и вообще, чего только я не наслышался. Это говорит даже не надо. Я понял очень многое, и плохое, и хорошее. Очень многое я понял. А вот что поняли, если так кратко, афористически формулировать, про то, что называется народ простых людей, и плохое, и хорошее? Вы знаете, я понял плохое. Я понял грубость. Я понял индивидуализм, несмотря на все разговоры о коллективизме. Я понял, как люди друг на друга рычат и готовы вырвать у тебя кусок. Я понял, насколько жутко вот они относятся, не любят начальство, не любят, и всегда готовы продать, предать, плюнуть на это начальство. И вместе с тем, подхалимство, и вместе с тем, все начальство, все понимают, начальство врет и ворует. Вот это всегда, русский человек понимал всегда. Начальство врет и ворует. Но то ли он понимал, что он сам будет воровать и врать, если... Едва, да, предоставится возможность. То ли почему-то другому. Но вот это меня всегда поражало. Терпеть не могли начальство, не верили ничему, что там говорят. И вместе с тем, вместе с тем всегда подчиняться. И вместе с тем в каком-то конфликте между твоим же знакомым, каким-то состудивцем и начальством, правоначальством ты не будешь его защищать. А это качества сформированные уже советской властью или какие-то родовые? Вы знаете, советская власть взяла худшее, что было у русского народа с давних времен. А русские взяли худшее, что было с времен татаро-монгольского ига. Вот это вот я считаю, много взяли у монголов, много у византийцев взяли, худшие черты. Вот это все сервилизм, подобострастие, это подхолинство, самоуничижение, жуткое отношение к человеческой личности, к правам человека. Это все оттуда идет, это все оттуда. Но добавили от советской власти, вот это отношение советской власти, она уничтожила и дворянство, и духовенство. Вот, и крестьянство фактически уничтожено. Все мы же, когда вот я учился, мы же не знали таких слов, как, например, милосердие, например, сострадание, достоинство, благоросто, все какие-то буржуазные там были слова. Предрассудки, да. Предрассудки, грубость по-нашему, по-рабочему. Вот это вот все. Вот это было взято все от советской власти. Так что очень много плохого впитала в себя наша власть. Вот. И от большевиков, и от того, что было раньше. Ну, а теперь, чтобы не проснуть русофобами, хорошее. Вместе с тем, вместе с тем. Конечно же, доброта. Она каким образом сочетается, вот доброта. Добродушие. Отзывчивость. Готовность прийти на помощь. Готовность угостить незнакомого человека. И это вот... Отсутствие злопамятности. Отсутствие злопамятности. Понимаете? Тут вот как, вот нахамит тебе мужик. Черт тебе, что вообще он тебе делает. Потом. Под бутылку, под стакан ты с ним сойдешься. И он будет тебе лучшим другом. Все, что хочешь, сделает, поможет. Потом опять где-то тебя может продать там. Понимаете? Вот в этом смысле очень трудно, конечно. Очень трудно. Но в целом, но в целом, конечно, умение переносить трудности, я считаю, это мое личное субъективное мнение, много где бывало, что, может быть, русский самый талантливый народ. Может быть. Что это самый стойкий народ, может быть. Что это народ, который может вынестить самые невероятные тяготы, ужасы. Ужасы, тем не менее. В нем что-то останется, в нем сохранится. Смотрите. За 20-й век фактически три геноцида было, можно сказать. Это гражданская война. Значит, не геноцид, а во всяком случае уничтожение золотого фонда народа. Это первое. Второе, сталинский террор, репрессии. И третье, отечественная война. Во всех этих трех жутких ситуациях погибали-то лучше и всегда. И тем не менее народ сохранился. Народ сохранился. И народ сохранил в себе некоторые черты. Вот мне приходится иметь дело. Все-таки сохранился. Со студентами. Да, да. Вот в каждом, понимаете, в каждом случае, в каждой группе несколько человек есть такие, которыми действительно можно гордиться. Действительно можно гордиться. Кто-то давно говорил про навозные кучи и жемчуг. Кто-то сказал про русское общество, что это тоже навозная куча, но с непропорционально большим количеством жемчужных зерен. Непропорционально большим. И действительно, вот общаясь со студентами, я вижу, я же в Америке преподавал много лет, я все это знаю. Вот я должен сказать, я не хочу никаких сравнений, у всех есть народов свои плюсы и минусы и так далее. Я должен сказать, что русский народ заслуживает гораздо большего. Понимаете, это несчастный народ. Вот так сложилась его судьба. Я говорю, начиная, начиная, может быть, с того места, когда потомки Чингисхана пришли и уничтожили те новгородские, вот древние, Киевской Руси. Вот те элементы, которые, может быть, привели к тому, что у нас все было бы совсем другое. Может быть, с тех времен. И еще это трудно. Ученые, историки ломают голову стареть. Помните, как Чиадаев сказал, что Бог выбрал Россию для того, чтобы показать на ее примере, как не надо жить. Да, да, это верно. Может быть, действительно, это какое-то предначертание такое. Это верно, да. Так что поэтому, поэтому я должен сказать, что я очень многое понял. Я понял, опять же, тогда, вот когда я был, я был начальником. Знаете, я был начальником. В моем распоряжении были эти люди, несколько десятков. А самое главное, у меня были спецталоны на питание. Мне давали, как командир роты. Я был вволен их распределять. Здесь какой простор для коррупции. Это же вообще представить себе невозможно. Талоны, усиленное дополнительное питание. УДП. Умрешь днем позже, как говорили. УДП. Вот все было в моих руках. И вот тогда я почувствовал, что значит иметь в своих руках власть. Что значит распуститься и быть злым. Преследовать людей и так далее. И спустя много лет, когда я был начальником уже в Академии наук, сначала заведующим сектором, потом заведующим отделом, и ушел потом, я гордился тем, что никогда ни один человек не хотел из моего отдела переходить к другим. А многие хотели ко мне переходить. И когда я к себе брал людей, то замдиректора, который курировал мой отдел, говорил, ты добрый человек, это очень хорошо, но тебе только придется хлебнуть горе. Так оно и было. Понимаете? Именно тогда, во время войны, я почувствовал, как хорошо, когда ты что-то доброе делаешь человеку. Когда ты человеку делаешь что-то хорошее, то тебе же потом от этого лучше. Понимаете? В то время, как в противном случае ты можешь настоять на своем. Ты можешь показать, кто ты такой вообще. Я в сто раз умнее тебя, я лучше, я все знаю. Я начальник консенсов. Растоптать можно человека. В советские времена легко было растоптать человека. Но потом, я никогда этого не делал, но я инстинктивно понимал, как плохо я себя буду потом чувствовать. Понимаете? Вот это, вот это, понимаете, вот то, что я... И это перевешивало все. Перевешивало все. И вот эти несчастные женщины, с которыми я столкнулся. Страшно было с ними, и как они разговаривали, и что они делают. Но потом я понял, какова была их жизнь. Что, какая была у них судьба. Какие были у них мужья. И что они вообще в жизни хорошего видели. Можно ли их осуждать-то, понимаете? Вот, вот в чем вопрос. Понимаете, если бы я не видел жизни простого народа, я бы тогда осуждал очень многое в течение последующей своей жизни. Но тут я всегда вспоминал, я видел самое дно. Я видел самое дно. Я видел голод. Я видел нищету самую жуткую. Я видел условия их жизни. И все. И я понимал, что у меня не хватит духу, вот действительно их, ну кроме преступников, конечно, осуждать их за то, что они так безобразно себя ведут. А что еще от них ожидать-то? А как власть себя вела по отношениях? А что они видели хорошего от власти? Ничего. Вот. Он преподавал в МГИМО и читал у нас курс по истории развивающихся стран. Он очень отличался от наших институтских преподавателей. Красавец, прямой, с прекрасным голосом. Невероятно интересно читал. И потом мы сдавали ему экзамен. Он задает мне вопрос. Дополнительный. А вы читали переписку секутуры там с кем-то? Он понимал, что девочка, студентка не могла читать эту переписку. Тем более я была на западном отделении. И он так улыбнулся и поставил мне пятерку. И уже в 2003 году, когда мы вместе были на конференции, я ему напомнила об этом случае. И он подарил мне книжку свою. «Жизнь в трех эпохах». Совершенно необыкновенная книжка. Я вот рекомендую ее всем прочитать. И он написал «Надя на память о пятерке в МГИМО». Вот такая книжка. Это маленький штрих к его портрету. Настоящего ученого отличает еще невероятно великодушие. Он был, конечно, невероятно красивый. Он и сейчас очень интересный мужчина с прямой спиной. Всегда очень хорошо одевался. У него, по-моему, первая была какая-то иномарка в Москве. И он производил впечатление очень значительного человека. Но в действительности он очень теплый человек. Он удивительно приятный. И особенно с теми, кому он расположен, он открывается совершенно какими-то другими сторонами. Мне с ним всегда очень интересно разговаривать. Он остроумный. Он живой. У него потрясающе живой ум. Вот вы знаете, я знаю многих молодых ученых. Ну, ученых, скажем, среднего возраста. И очень мало кто, может быть, сопоставим с ним по реакции. Я поразилась, какой у него дисциплинированный ум. А теперь у меня такой вопрос. С таким знанием, с таким счастьем и на свободе, как говорится в известном романе, с таким знанием русской жизни, почему востоковедение? Это первое. А второе, когда вы в востоковедение ввязывались, вы могли себе представить, что это, в общем, дело такое тонкое, и что это выйдет на такой первый план мировой политики на много лет. Да, вы знаете, я, когда заканчивал 10-й класс рабочей школы, школу рабочей молодежи, я хотел поступить либо на ИСТФАК в МГУ, либо тогда уже открылся Институт международных отношений, МГИМО. Но для этого должна была быть золотая медаль. У меня была серебряная. Всего лишь. Да, всего лишь серебряная. И вот так получилось, что в этой школе рабочей молодежи со мной за партой сидел один парнишка, когда мой сосед фактически, не только по парте, но и по переулку, часто приходила встречать его девушку у нас. И мы втроем шли. А она уже училась в институте. И она мне рассказала, что есть такой институт востоковедения. Я даже не слышал никогда. Она училась на персидском отделении. И она мне, более того, посоветовала идти на арабское. Исходя из чего? Понимаете, думали тогда, что кончишь институт, и сразу поедешь третьим секретарем куда-нибудь в посольство. Арабских стран-то много. Турция одна. Иран один. Китай один. Япония одна. Арабских стран много. Больше шансов. Она меня натолкнула на это. И я пошел под... И потом, понимаете, мне так... Я вам откровенно скажу, за эти пять лет, когда я вращался, так сказать, в сфере материального производства, вокруг меня были шофера, слесаря, инженеры там и прочее. И я видел... Это само по себе не страшно. Но когда я видел систему всего этого... Я же много там насмотрелся. Всякие безобразия. Понимаете, мне настолько захотелось отдалиться как можно больше вот от этой сферы жизни. А что может быть дальше? Какие-то восточные страны. Я поступил туда. Грандиозно. Я учился на арабском отделении. Вот. И, конечно, я никогда не знал, что может быть... Вот вы спросили, что... Думал ли я тогда? Ну, да. О чем думал? О чем я мог думать? Я не представлял себе, как сложится жизнь. Это ведь хорошо, когда ты студент, ты еще не знаешь, кем ты будешь. Ну, меня должны были взять по всем показателям в КГБ, между прочим. Потому что я все пять лет учился на одни пятерки. Почему не задалась эта самая перспективная карьера? Меня уже взяли, и когда я пошел к директору, мне рекомендовали в спирантуру вместе с тем. Он сказал, ну, вы понимаете, товарищ Мирский, с этой организацией мы спорить не можем. А потом он же меня вызвал через месяц, говорит, отпал необходимости. А дело в том, что, оказывается, на меня уже было досье. Дело в том, что во время войны и в конце, после войны, после войны у меня был один друг школьный, у которого брат отсидел срок в ГУЛАГе, вернулся, и очень много чего рассказал. И у нас были разговоры, но я в основном слушал, что я мог знать. Но я был в этой компании, и я не донес. В компании было человек пять. А кто-то догадался и пошел. И потом, впоследствии, спустя много лет, в 56-м году, когда меня безуспешно пытались завербовать в КГБ, человек, который это делал, начальник районного отделения КГБ, полковник один, он мне сказал, мы же про вас очень многое знаем. И он стал приводить все эти разговоры, которые были, понимаете, и тогда были люди, которые пошли и сказали, что в такой-то компании ведут антисоветские разговоры. Я говорю, но я-то ничего антисоветского не говорю, что я могу сказать. Да, но вы это все слышали. Юрий Ильич, ну вместе с тем, вот вы были, что называется, бойцом идеологического фронта на самом передовом рубеже. Приходилось как-то говорить то, что не думаешь, кривить душой. Ну вот то, что называется, значит, двоемыслие у Орвела. Да, но тут... И если приходилось, то чем оправдывали себя? Тут две стороны этого. Во-первых, если говорить о моей работе, о моей профессиональной деятельности, то мое счастье было то, что я поступил именно на арабское деятельность, потому что потом уже в институте я стал заниматься, и в МГИМО преподавал. Арабы, Ближний Восток, вот этот регион. Если бы я занимался западными странами, Европой, скажем, то есть странами, по которым имелось масса цитат Маркса, Энгельса, Ленина, то тогда пришлось бы врать на каждом шагу. Но, к счастью моему, ни Маркс, ни Ленин, ни Сталин особенно вовстоком не занимались, и мало что оставили. Поэтому я мог, говоря об истории Востока, рассуждая о политике, намечая перспективы развития этих стран, не фигурировать, то есть не использовать вот эти вот цитаты какие-то там, а говорить действительно то, о чем я думал. Ну, скажем, вот тогда все увлекались некапиталистическим путем развития, социалистической ориентацией. И я вам скажу, что я действительно верил в то, что эти страны, арабские и прочие страны, я же был заведующим отделом развивающихся стран всех, моя докторская ситуация была на тему о военных переворотах, о военных режимах во всех странах, Азии, Африки, Латинской Америки в том числе. Когда я знаю много языков, то мне легко было все это. Так вот, я тогда думал, что может быть действительно империализм ничего хорошего им не сделает. Колониализм, неоколониализм не даст им какого-то. А вот если они сумеют не по нашему пути идти буквально с колхозами там и со всеми этими расстрелами, нет, ни в коем случае. А вот Наср одно время, я очень увлекался Насром, мне казалось, что это вот такой порядочный, приличный, действительно, в какой-то мере даже демократический борец просто за хорошую жизнь своего народа, за индустриализацию, понимаете, за независимость. Вот, за объединение арабских стран. Что тут плохого? Я был одним из тех людей в конце 50-х годов, которым было поручено разрабатывать концепцию социалистической ориентации третьего мира. Я лично писал какие-то куски, которые входили в речи Хрущева, Брежнева, Каяна, там, это и так далее. Вот вся эта концепция, в голове с Панмаревым, зав. отдела международного, там, ЦК, мы занимались этим. Я вам скажу, что тут мне не приходилось много кривить душой, именно потому, что я занимался Востоком, а тут у меня был простор гораздо больше. Ну, понятно. По сравнению, скажем, мой один товарищ, тоже давно покойный, который занимался Западной Германией, потом, после перестройки, он сказал, ты знаешь, я просмотрел все свои работы за несколько десятков лет, и все выбросил в бусульную корзину, все, сплошное вранье. Вот тут моя специализация меня спасла. Спасла. Второе, однако, я же был лектор, я был лектор общества знаний. Я ездил по всей стране, я ездил 30 лет, наверное, 35, я читал, не было крупного города, не было одной области республики, где бы я ни был, по много раз. Я читал лекции о международном положении. И вот тут, конечно, приходилось кривить душу. Про сионистов, фашистов и так далее, да? Нет, особенно как раз, ну, фашисты уже отошли к этому времени, фашисты были до революции, до войны. Сионисты, да, я, когда я говорил, ну, я старался более-менее объективно. На меня отписали телеги, что вы на меня посылали, да, что там говорить. Это было. На какое-то время меня отлучали от чтения. Если я что-то не то скажу, да. Потому что всегда что-то такое чувствовал, понимаете? Я по-моему, я читал лекции в Курской области, меня спрашивают, что в Америке сейчас кризис? Я говорю, в данный момент там кризиса нет, в данный момент. Знаете, кризис был, но вы знаете, стал говорить про циклы там. Мне потом секретарь Лейкома, которая присутствовала на моей лекции, сказал, я с вами совершенно согласен насчет циклов, я все знаю. Но в дальнейшем будете считать для верности, лучше говорите, что в Америке все время кризис. Понимаете? Ну, хорош человек. Да, он меня предупредил. Так что приходилось, конечно, говорить такие вещи. Так что тут, ну, понимаете, тогда можно задать вопрос, а чего я вообще пошел в такой институт? Я мог пойти в технический вуз, где не нужно было ничего. А вот тут такая вещь. Понимаете, к концу моего пребывания в рядах рабочего класса дважды мне было сказано вот что. Когда я был обходчиком, мне было сказано, что у тебя память замечательная, ты все знаешь, где, какое оборудование. Когда-нибудь можешь быть мастером района. А в гараже, когда я работал, то там три шофера хотели устроить государственный переворот, снять завгара и мне назначить. Я отказался, конечно, они мне говорят, что вот рано или поздно ты все равно будешь заведующим гаражом. Но это же в их представлении, это же действительно. понятно, понятно, да. Я. Так вот, я хочу сказать, что я чувствовал в себе что-то другое. Я чувствовал, что, может быть, когда-нибудь я стану мастером района или заведующим гаражом, но это меня не привлекало. Но хочется другого. Понимаете, я что хочу сказать, что я почувствовал, что я могу хорошо говорить и хорошо писать. Как я это почувствовал, я не знаю, но я это почувствовал. Это мои два достоинства. Потом, потом уже, когда я стал комсомольским вождем, я же в институте был секретарем комитета комсомола всего института. Так вот, и мне тогда сказали, что вот, когда ты выступаешь на комсомольском собрании, почему-то все замолкают и слушают тебя. Вообще все болтают, кому интересно собрание, кто это слушает. А вот у тебя что-то есть. Так что я понял. Раз этого мне есть, то либо мне, значит, вот до конца жизни быть там в той сфере, где я был, либо может быть я смогу писать. Понимаете, в это время я уже, я много читал. Уже тогда я знал несколько языков. Уже я мог читать и по-английски, и по-французски. А потом я уже выучил самостоятельные немецкие, и польские там, и прочее, и прочее. Вот. Я уже читал. Я уже читал. Меня интересовала политика. Меня политика интересовала. Всегда. Откуда этого мне, я не знаю. Но когда мне было 13 лет, я выиграл парию собственного отца. Когда мы напали на Финляндию, на следующий день было объявлено, что в городе Тариоке восставшими рабочими и солдатами разрешено создание Финляндской Народно-демократической республики. И отец, ему еще оставалось год жить, он мне сказал, видишь, никто с нами не может воевать. Сразу будет революция. А я, почему я не знаю, я посмотрел по карте. Вот такой город Тариоке. Зеленогорка. Рядом. Рядом с Ленинградом. Я ему сказал, папа, ты знаешь, что я думаю? Что наши войска вошли туда в первый же день, и никакого восстания там не было, а просто приехали наши люди туда и проголосили республику. Он был очень недоволен, но потом сказал, что я был прав на 100%. Абсолютно и было. На 100%. Откуда у меня это? 13 лет. 13 лет. Я читал газеты, уже я правду в 14 лет, я читал правду каждый день. Так что, чувствуя вот это, я подумал, что я интересуюсь международной политикой. Во время тех разговоров с друзьями о ГУЛАГе и так далее, что мне потом боком вышло многое о нашей внутренней политике. Понимаете? Вот. Я решил, что все-таки может быть, я создан-то не для того, чтобы быть в этих подземных камерах или сидеть за баранкой трехтонки. Я понимал, что это в известной мере я обрекаю себя на то, что я буду двуручником. Но, вот, тем не менее, попытаться, тем не менее, в этих условиях поменьше врать. Я всю жизнь старался следить. Где-то у меня был такой механизм, понимаете, вот там. Я читаю лекции о международном положении. Партийный актив в каком-то городе, областном центре. В первых рядах сидят начальники управления КГБ и МВД. Секретари райкомов сидят. Понимаете, как я должен был держать себя, чтобы не попасть. Но вместе с тем, что же я буду врать, я себя не буду уважать. Знаете, десятки лет я должен был вот так крутиться, чтобы не нести вот такую же абсолютную ахинею железобетонную советскую. Но вместе с тем жить так, чтобы меня не посадили. Тоже ведь потрясающе. Удалось. Потрясающе исповедь сына века. Во всех смыслах. Замечательно. Вам спасибо большое. Спасибо. В эфире Свободы, радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы Культ личности. Георгий Ильич Мирский, человек, прошедший замечательный жизненный путь от санитара, слесаря, теплосетей и бойца Троевого фронта в годы войны до крупного ученого-востоковеда, лучшего российского знатока арабского мира сегодня, 9 мая, удостоил нас своим визитом. С вами был Леонид Велихов. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова